Хабаровск готовится к фестивалю «Золотая маска». Семь спектаклей и лауреатов самой престижной театральной премии покажут в Краевом центре в конце лета. Это будут полноценные постановки с декорациями и ведущими актерами. Что приготовили для дальневосточников лучшие театры страны в преддверии фестиваля, будем рассказывать на телеканале «Губерния» с первым обзором Наталья Смоленинова. Фестиваль «Золотая маска» в Хабаровске откроет нашумевший спектакль Московского художественного театра имени Чехова «Мужья и жены». Поставленный по мотивам одноименного фильма «Вуди Алина». Мы с человеком разводимся. Что? История начинается весьма обыденно. Благополучная с виду семейная пара заявляет друзьям о намерении развестись. Но в итоге распадается совсем другая семья. Если те люди, которые посмотрели фильм, они не нашли никакой разницы, значит они либо невнимательно смотрели спектакль, либо невнимательно смотрели фильм «Вуди Алина». Это две абсолютно разных продукты, потому что как с пьесой пьесы, это всего лишь повод. Минимум декораций, сдержанной диалоги. Здесь нет нарочито театральных жестов. Зритель как будто случайный свидетель встреч и скандалов реальных людей. Это узнаваемый стиль Константина Богомолова. Он противник как такой активной театральной подачи со сцены, так и как бы театрального существования. Поэтому для него существование на сцене, оно такое почти киношное. Постановку Константина Богомолова, как и фильмы «Вуди Алина», сложно отнести к какому-либо жанру. Российский режиссер называет свою работу драм-медиа. Актеры на сцене не пытаются рассмешить или разжалобить зрителя. Они просто проживают жизнь героев. Но каждый, кто присутствует в зале, сам находит повод взгрустнуть или улыбнуться. Я тоже развелся. Правда? Да, недавно. Но давно к этому шла. У вас, наверное, были несовместимые энергии. Почему? А у меня так с Ричи было. Ричи... Это мой первый муж. А, да. У меня энергия ЦВИ, у него была энергия ШУ. Несовместимые энергии, понимаешь? Насколько театральная постановка отличается от кинематографической, хабаровский зритель узнает 26 августа. Наталья Смоленинова, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».